Здравствуйте! Это «Время новостей» на МТВ в студии Светланы Ларикова. Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. В Волгоградской области для маленьких непосед подготовили большое количество праздничных мероприятий. В Центральном парке культуры и отдыха пройдет яркий фестиваль детства. Сто юных жителей города Героя, которые добились значительных успехов в учебе, творчестве и спорте, прокатятся на теплоходе по красавице Волги. В клиническую больницу номер 5 передадут средства личной гигиены для новорожденных. Жители Волгоградской области, которые внесли значительный вклад в поддержку и охрану здоровья детей, их всестороннее развитие и воспитание наградят почетным знаком заботы о детстве. Об этом и многом другом, мои коллеги и я, расскажем вам в течение дня. Какой рекорд побили на Волжской ГЭС? Каким радикальным способом волгоградский водитель избавился от тонировки? И какую праздничную программу подготовили для юных волгоградцев в честь Дня защиты детей? Далее в нашем эфире краткий обзор самых читаемых публикаций портала МТВ Онлайн. Не доставайся никому! Сотрудники ДПС остановили водителя легковушки из-за излишней тренировки на авто. Мужчина не смог снять пленку, поэтому разбил стекла в машине. Выплаты для жителей осажденного Сталинграда, ограничения при продаже вейпов и логотипы для самозанятых. Какие законы начнут действовать в России с 1 июня? Какие льготы положены предпенсионерам в Волгограде в 2023 году? История со счастливым финалом. 10 человек, кота и собаку спасли волгоградские пожарные. В Краснооктябрьском районе загорелась пятиэтажка. Жителей и их домашних питомцев удалось вовремя эвакуировать. Стало известно о пострадавших в ДТП с маршруткой под Волгоградом. Для любознательных, активных и озорных. В День защиты детей юных волгоградцев ждет насыщенная праздничная программа. Концерты, мастер-классы, игры и конкурсы. Список самых интересных мероприятий на сайте mtv.online. А также, какие специалисты востребованы в регионе больше всего. Как бросить курить раз и навсегда. Советы избавления от вредной привычки на нашем сайте. И какой рекорд побили на Волжской ГЭС. Об этом и не только. Читайте на портале mtv.online. Завершилось голосование по выбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в 2024 году. Более 172 тысяч жителей нашей области уже сделали свой выбор. Из них почти 90 тысяч – это жители Волгограда. В том числе более 25,5 тысяч человек проголосовали за преображение проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе. Голосование проводилось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который инициировал президент России. В этом году количество проголосовавших за проекты благоустройства бьет все рекорды. Окончательные данные огласят совсем скоро. Волгоградская область на единой цифровой платформе представила 38 разноформатных общественных пространств в 9 городах – парки, скверы и пешеходные зоны, которые в 2024 году обновят в первую очередь. В рейтинговом голосовании в Волгограде представлены 8 общественных территорий во всех районах. Главная цель проекта – сделать город более комфортным для проживания и вовлечь жителей в дальнейший процесс его благоустройства. Рейтинг объектов. Территория вдоль проспекта Металургов в границах улицы Маршала Еременко и Кузнецова в Краснооктябрьском районе. Территория городского сада пешеходных улиц. Коммунистическое имени Ленина четвертый этап в Центральном районе. Территория, прилегающая к ЗАГСу по проспекту Университетскому 64 в Советском районе. Сквер по улице Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе. Пространство у конечной станции СТ в Тракторозаводском районе. Пространство у конечной станции скоростного трамвая в Тракторозаводском районе. Прогулочный маршрут по улице Академической до берега Волги в Ворошиловском районе. Общественная территория по улице 40 лет в ЛКСМ у стадиона Темп в Красноармейском районе. Парк летчиков, вторая очередь в Держинском районе. Ранее эти территории определили в Волгоградце в ходе общественных онлайн обсуждений. Теперь необходимо определить очередность их обновления в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который инициировал президент России. Проголосовать можно самостоятельно на платформе 34.gorsreda.ru после верификации на госуслугах или с помощью волонтеров по номеру телефона. До конца сегодняшнего дня работают 104 информационных точки. Благоустройство территорий – приоритет, обозначенный губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. С 2014 года завершены 1750 таких проектов. Еще 350 закончат до конца декабря. Продолжается преображение территории и у музея-заповедника «Старая Сарепта». Там стартовало обустройство пешеходной зоны. В ходе комплексной реконструкции второй очереди общественного пространства подрядчик приступил к мощению тротуарного покрытия. Рабочие формируют щебеночно-песчаные основания и укладывают новую брусчатку. Подрядной организации предстоит замастить более 3000 квадратных метров плитки. Обновление зоны отдыха выполняют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который инициировал президент России. Рабочие устанавливают новый бордюрный камень. Им также предстоит смонтировать новые чугунные фонари. Еще одним украшением общественного пространства станет входная арка, которую рабочие оборудуют на пешеходной дорожке, ведущей в сторону проспекта Героев Сталинграда. Зеленые зоны агронома украсят новыми саженцами растений разных пород и газонным покрытием. Весной 2022 года по итогам рейтингового голосования территория у музея-заповедника заняла первое место, набрав более 15 тысяч голосов волгоградцев. В прошлом году была реконструирована площадка между музеем и клинической больницей номер 15. Муниципалитет оборудовал вместительную парковку и тротуары, линии освещения и системы видеонаблюдения. Также в рамках масштабного проекта по обновлению памятных мест в регионе власти отреставрировали мемориал «Братская могила воинов» 57-й и 64-й армии, расположенный в сквере на Площади Свободы. В этом году помимо преображения общественного пространства музея «Старая Сарепта» в разных районах Волгограда в рамках нацпроекта реализуют еще шесть проектов благоустройства. В Волгограде открылась отчетная выставка «Моя Россия». В экспозиции 40 работ их авторы – воспитанники детской студии живописи «Благовест», которая действует при Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Горный пейзаж, как воспоминания о зимнем отдыхе на Домбае, представители сказочной флоры и фауны и даже иллюстрации библейских сюжетов. Например, процесс создания звезд и планет в божественном космосе – все это изобразили на своих рисунках юные художники. «Гордость, счастье, удовольствие, что рисунок представлен в таком музее. Почему решила отдать ее на рисование? Ну, наверное, это ее решение, а не мое. Она с детства любила рисовать, рисовала, красиво, старалась, пробовала. Ну, и это дало возможность найти художественную школу и ходить в нее». На выставке также представлены работы на тему славной героической истории России. Пятилетняя Мирослава мечтает стать иконописцем. Девочка изобразила легендарного защитника «Всея Руси» Александра Невского. Князь сжимает правой рукой рукоять обнаженного, готового к бою меча, а в другой руке у него надежный щит. «Очень радостна от этого, и особенно от темы рисунка, такая религиозная тематика. Мне было очень странно, что она выбрала именно эту тему. Потому что, мне кажется, дети в основном рисуют радугу, солнышко, травку. Но когда она заявила абсолютно серьезно роману, что она будет рисовать святого благоверного князя Александра Невского, мне было удивительно». Юным художникам в создании недетских по качеству исполнения шедевров помогал их наставник – волгоградский художник, иконописец и общественный деятель Роман Илюшкин. «Мне с моими судицами захотелось показать зрителям наше наследие. То, что за 9 месяцев детки нарисовали. Ну, своего рода это творческий отсчет. Кроме всего прочего, вот я сам тоже был немало удивлен. Дети, работы которых от двух лет до восьми представлены здесь, показали себя истинными патриотами России, Родины нашей. То есть в ряде работ это былинные богатыри, это флаг России, это даже святой благоверный князь Александр Невский». Посетить выставку детской живописи «Моя Россия» в музее Машкова можно до 30 июня. И на этом пока все. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на сайте rutub.ru. Не пропустите главное – подписывайтесь на наш канал в Зене. И до встречи в эфире. Сегодня днем в Волгограде без существенных осадков. Вечером ожидается небольшой дождь и гроза. Ветер днем северный – 6,11 метров в секунду. Температура воздуха днем – плюс 24, плюс 26 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok